Сама идея использования гусар в качестве легкой кавалерии принадлежит знаменитому немецкому императору Фридриху II. Именно он первый стал использовать венгерских наемников в количестве числом 20 и более для использования в разъездах, разведке, доставления донесений. И впоследствии эта тактика принесла успех, и гусары стали в XVIII веке появляться во всех европейских армиях, в том числе и в русских. И при Екатерине II использование венгерских наемников стало вполне необыденным делом. И сама красивая гусарская форма представляет из себя национальный венгерский костюм, расшитый серебристыми или золотистыми шнурами доломан, лихо наброшенная на плечо куртка ментик, высокая шапка, отделанная мехом, коротенькие сапожки, лихость, кураж, умение прекрасно ездить на лошади и весело, лихо пить вино. И гусары сыграли свою роль во всех европейских войн, войнах конца XVIII-начала XIX века. И вот здесь на картинах, как представленных, вы видите историю появления гусарского костюма, гусарской формы на рубеже конца XVIII-начала XIX века, в эпоху Екатерины II, Павла I и Александра I. Офицеры не написали свою историю полка, как в некоторых других частях, и полковая история писалась на полях сражений кровью. И пусть за прошедшее время, прошедшие века, конечно, менялась и форма александрийских гусар, но не менялась идущая за ними слава. Слава бессмертных александрийцев, никогда не отворачивающихся от страшных схваток с превосходящим противником. На представленной витрине мы видим главные уборы александрийских гусар и холодное огнестрельное оружие периода 70-80-х годов XIX века. Главной убор генерала александрийского гусарского полка, унтер-офицера, револьвер системы Смит и Вессон, винтовку кавалерийскую саблю, система Бердана и легкую кавалерийскую саблю образца 1827 года. Именно с этим, с таким оружием, александрийцы воевали в русско-турецкую войну. На представленной картине мы видим рядового александрийского гусарского полка периода заграничных походов русской армии. Это 1813, 1814, 1815 год. Он изображен на темно-гнедой или вороной лошади, с обнаженной саблей, с коротким кавалерийским карабином. И вот на вольтрапе, который находится под седлом, мы видим вензель императора Александра I. Любое изображение вензеля тогда наносилось на оружие, на головные уборы, на предметы снаряжение как воина, так и лошади. И человек, и лошадь служили одному, государю и своему отечеству. На представленной витрине мы видим копию головного убора александрийцев. Видите, она уже. Головной убор кивер красного цвета, подлинную саблю и подлинные кавалерийские сапоги. Справа гусарские, слева драгунские. Потому что одно время полк был драгунским. В связи с реформами, зашедшего на престол царя Александра III, он реформировал всю кавалерию, унифицировал все вооружение, удешевлял. И армейские гусарские, уланские полки, кирасирские, все были переименованы в драгунские. Это вызвало недовольство офицеров, потому что удешевлялась форма, в каких-то частях урезался и бюджет, и, соответственно, офицерский корпус частично подавал в отставку, выражал недовольство. И только при вошествии на престол Николая II все образцы предыдущей формы были возвращены вместе с славными историями этих полков. Было возвращено и было разработано новое образцы холодного оружия взамен утраченных сабель и палашей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok